Окей, все, я включил запись. Мы можем начинать. Так, я подключаюсь к Facebook и приветствую всех с некоторым опозданием по техническим проблемам, из-за технических проблем. Я напоминаю, что мы с вами начали изучение книги Даниэля, у нас сегодня второе занятие. И напоминаю, что по времени мы с вами находимся, начало книги, это 433-й год до этой эры, где-то 11-12 лет до разрушения храма, когда Новикудный царь рассадил Рушалаем, ему открыли ворота, он забрал царя Йоакима, вошел в храм, страшное осклонение имени Всевышнего, забрал сосуды храма, принес их в Вавилон, в дом своих божеств, и три месяца он хозяйничал Иуде. За эти три месяца он отобрал детей из царских пророческих семей и просто из талантливых детей из Иуды и привел их в свой дворец для того, чтобы сделать из них советников, своих помощников придворных при своем дворе. И, как вы помните, Даниэль отказывается есть пищу с адского стола, делает это он тайным, явно, и он просит человека, который ему приставлен, прислуживает, приносить ему взорную воду, и также его товарищи Ханания, Мишаэль и Азария. То есть с самого начала в страшной обстановке, в тяжелой обстановке они решают сохранить закон Торы. В скобках можно заметить, что через несколько лет, когда Даниэль стал известен среди изгнанников еврейских в Вавилоне, стал известен и как пророк, и как Андреет Сторый, он ввел запрет на укты, который, если говорить точно, сдвинул место, сдвинул с места неевреи, так как вино часто посвящали божествам, возливали его на землю, и масло оливковое, изготовленное неевреем, и также хлеб, который изготовлен неевреем. До нашего времени остался только запрет на вино, запрет управлять вино, которое сдвинул с места неевреи, открытое вино, которое сдвинул с места неевреи. Относительно масла и хлеба эти законы в наше время не привели запреты, хотя есть общины, в которых принято есть хлеб, изготовленный неевреем. Морал объясняет, что то, что хотел сделать Даниэль, кроме понятного внешнего момента, уменьшить соприкосновения с израильской окружающей страной, чтобы было меньше совместных перов, совместных застолий, которые приводят к смешанным бракам, приводят к явному или менее явному долбоклонству, но кроме того, чтобы уменьшить это общение, он хотел еще, как объясняет Морал, выделить, отделить душу сыновей Израиля. Мы можем представить себе, что эти продукты указывают на особые свойства души сыновей Израиля, хлеб указывает на мудрость, вино указывает на пророческий дар, и оливковое масло указывает на свойства еврейской души, которая как бы как огонь постоянно горит, в состоянии постоянного горения, и оливковое масло, как мы еще знаем, оно не смешивается с другими жидкостями. Вот эти свойства еврейской души Даниэль хотел сохранить. В любом случае, мы понимаем, что это был не только личный поступок, его намерение было поглядеть на всех сыновей Израиля, показать в самом начале изгнания, что сыновья Израиля остаются особым народом, обязанным соблюдать закон священного, и не смешиваться с другими народами. Мы помним, что через три года Хананья, Мишаэль и Азарья, и Даниэль, они проходят своеобразный экзамен, и их обучали и халдейскому языку, и халдейской литературе, и письменности, и грамотности, и таким же наукам, как и астрология, и ковдовство, и так далее. И они оказываются более знающими, более сведущими, чем все другие дети, которые были отобраны. Им, как можно представить в это время, порядка 15 лет. И Даниэль и Хананья, и Мишаэль и Азарья становятся советниками новокрудной цара. Они, правда, советники молодые, их не приглашают на все собрания, но они могут войти к царю практически в любой момент. Это их статус при дворце. И вот мы с вами откроем в вторую главу книги и попытаемся представить себе, что происходит дальше. Во второй год царствования новокрудной цары прийти к новокрудной цару сны и встревожился дух его, и сон ушел от него. Во второй год царствования новокрудный цар имеется в виду после разрушения храма, когда он защитил себя полновластным царем, который победил народ, который поклоняется Всевышнему Богу, который стоит над другими боками. И новокрудный царь очень хорошо знал силу Всевышнего. Как мы помним, он обращал внимание на пророчество Еремьягу, и он помнил о том, что его царство предсказано в 70 лет. Непонятно было, откуда считать эти 70 лет, но в любом случае новокрудный царь раздумывал над тем, как сделать свое царство вечным. Кто будет после него? Какой приемник будет после него? Будет ли он таким же великим царем, как и он? Или царство ослабнет? Или еще того хуже распадется и перестанет существовать? Все эти мысли занимали новокрудный царь, и вот ему приснился сон, который, в общем-то, дал ему ответ. И сон пророческий, так же, как фараону приснился пророческий сон в свое время, так и приснился и новокрудный цару. Беда в том, что он забыл этот сон. Забыл этот сон, и осталось только ощущение пророческого сна, чего-то важного, огромного, волнующего и страшного, но содержание сна он не помнит. Вот как мы здесь видим в тексте, он приглашает колдунов и звездочетов, среди которых нету Даниэля Хананими и Шаэля и Азари. Как мы сказали с вами, они были еще молодыми людьми, их не всегда приглашали. И он просит растолковать им сон. Когда мудрецы говорят ему, ты расскажи нам сон, они вдруг понимают, что мухудный царь забыл этот сон, и он требует от них, чтобы они ему рассказали и содержание этого сна, и только потом дали уже толкование. Они ему пытаются объяснить, что в духовном мире есть свои законы. Как бы они не представляли себе духовный мир, они с ним заприкасаются в правильном, неправильном, выскаженном плане. Это люди, которые имеют представление в духовном мире, и они говорят, что если ты забыл этот сон, он ушел из материального мира, и никто не может, даже ангелы не могут его восстановить. Его нету, он не существует в этом мире. Возможно, только Бог, который отделен от этого мира полностью, возможно, только Он мог бы раскрыть эту тайну. Это то, что говорят ему мудрецы и гадатели. Но, наоборот, царь угрожает им и говорит, что он расправится со всеми, если они ему не расскажут сон. Зачем они получают зарплату? Зачем их кормили, если они не могут выполнить эту задачу? Мудрецы начинают сердиться и говорят цару, что он требует от них невозможного. То, что от сотворения мира, от существования мира ни один правитель, ни один правитель на земле не требовал это от своих подданных рассказать сон, который он забыл. И Новокудный царь отдает приказ Айоху, своему военачальнику, министру внутренних дел, видимо, чтобы он казнил всех колдунов и гадателей, всех разом. И вышел указ, как мы с вами видим в 13-м предложении, и стали убивать мудрецов. И здесь нужно сказать, что еще не стали, готовились. Айоху тоже было страшно убить, сразу начать убивать всех самых высокопоставленных людей в царстве. Как это сделать? И он искал возможность тянуть время. То ли его подданные помощники Айоху, то ли они точили мечи, то ли они собирали отряды для того, чтобы схватить всех гадателей колдунов, стали убивать, готовились убивать. И искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их. Тоже оказывается, что Даниэль, когда они мешали Азари, несмотря на то, что они не были на этом собрании, они попали под этот приказ. тогда Даниэль обратился к Ариоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать модертов бавицких с советом и разъяснением. И Даниэль просит у Ариоха время, и он говорит, что он сможет справиться с этой задачей, он сможет и узнать сон на выходной цара, и сможет растолковать его. Даниэль, естественно, он рассчитывает на помощь Всевышнего, для Всевышнего нет ничего невозможного. 18-е предложение. Тогда пошел Даниэль домой и рассказал об этом товарищам своим, Ханания, Мишаэль и Азария, и просил их молиться. И так сказал Даниэль, да будет благословенно имя Бога вовеки и вовеки и в мудрости сила у него. И это уже слова, которые он говорит в благодарственной молитве, потому что тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении и благословил Даниэль Бога Небесного. Бога Небесного мы понимаем, что это определение оно не всегда появляется тогда, когда Всевышний скрыл себя. И действительно, когда нацарь гластвует, когда он разрушил храм, то человеку представляется, что Бог оставил землю и отдал ее в руки правителя из народов мира, отличающегося иской нравием и жестокостью. И власть этого правителя представляется неограниченной, где место Бога как бы только на небесах. Поэтому Даниэль говорит о Боге Небесном. Однако Всевышний, как мы понимаем, проявит себя на земле очень четко и явно и в этом эпизоде, который мы с вами пытаемся рассмотреть. И вот Даниэль говорит благословение Всевышнему, Богу Небесному, и заговорил Даниэль, и сказал, да будет благословенно имя Бога во веки веков, ибо мудрость и сила у Него, Он меняет времена и сроки. Обратим внимание, что мы это с вами говорим в молитве нашей каждый вечер. Мы говорим о том, что Всевышний меняет времена и сроки. И всколько мы заметим, что многие из молитв Даниэля, они вошли в наш седур и стали ежедневными молитвами. Свергает царей и возносит их, дает мудрость разумным и знания способным понимать. Вот это свергает царей и возносит их. Это связано с содержанием сна, которое мы с вами пытаемся представить дальше. То есть Он уже как бы видит этот сон, знает его и дает благословение Всевышнему в связи с содержанием этого сна. Он укрывает глубокое, скрытое, сокровенное, знает то, что во мраке и свет обитает с ним. Да, как бы Всевышний, вокруг Всевышнего нету мрака, но для людей представляется многое-многое скрытым, непонятным, как вокруг людей часто бывает темнота, Всевышний знает, что в этой темноте, Всевышний знает то, что скрыто от людей, Всевышний знает то, что будет в будущем и представляется людям, как скрытым во мраке. «Тебя же Бог отцов наших благодарю и славлю, ибо Ты дам мне мудрость и силу, а ныне поведал Ты мне о том, чем мы просили делать, царя Ты поведал нам». И Даниэль дальше идет к Реоху. Обратим внимание, что Даниэль делает несколько шагов для того, чтобы спасти всех мудрецов Бабеля. Он не идет сразу к Новокудницару, он может уйти к Новокудницару и сказать ему, вот я, я открыл этот сон, но он идет к Реоху для того, чтобы Реох, который уже должен был начать убивать мудрецов Бабеля, чтобы у него был какой-то предлог, почему он это сделал, не пришел к нему Даниэль, вот ему он рассказал, вот теперь они вместе идут к Новокудницару и у Реоха будет оправдание, почему он еще не убил ни одного из мудрецов Бабеля. И отвечал царь и сказал Даниэлью, которого назвал Большацаром, если мы помним, помним с вами, что имена детей были изменены, и Даниэлю при дворе было дано имя Большацара. Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел и его толкование? отвечал мне царю и сказал тайну, о которой спрашивают царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекаря, ни ученые, ни маги. Он оправдывает, он не возносит себя, он оправдывает всех приближенных на мудрецы, которые не справились с этой задачей для того, чтобы выгородить их и отвезти от них вот это. Но если висал Бог открывающий тайны, и поведал он царю мудрецы, что будет в грядущие дни, сон твой, видение, мысли твои, твоей на ложе твоем таков, и он прямо как бы без неберняков рассказывает ему то видение, которое представилось ему во сне. Метраж говорит о том, что когда он начал говорить, на выходный царь увидел это видение как бы прямо перед собой наяву, а не во сне. Не знаю, важно ли это замечание, но как бы как картину мы можем представить себе, что на выходный царь не сомневается в истинности слов Даниэля, потому что он начинает видеть свое ночное видение, начинает видеть прямо наяву. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, что будет безпоследствия. То есть, то, что мы говорили, он лежит ночью и думает, а что же будет теперь с его царством после того, как он достиг такого величия и одержал победу даже над сыновьями Израиля, разрушил храм Всевышнего. И открывающий тайны поведал тебе грядущим. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование и чтобы узнал ты помыслы сердца твоего. Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Здесь не стоило переводить идол, принципиально не стоило переводить идол. Нужно бы было на иврите уподоблено слово целем. Изображение это может быть объемное изображение, это может быть плоское изображение целем. Некоторое изображение изображение, как мы дальше поймем изображение человека, огромное это изображение стоит перед тобой и блеск его велик и вид его ужасен. То есть от него он огромен и от него исходит свет и он внушает страх. Вот этот целем, вот это изображение голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедро его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. И мы вспоминаем, что в как бы нееврейской традиции это изображение называется колосс на глиняных ногах, то есть он все весь из железа, а ступни ног его это железо, которое как бы врезается в глину. Можно представить себе, что пальцы у этого изображения разделены частью глины. Акады смотрел, сорвался камень, без помощи чьих-то рук и ударил это изображение по ногам, что из железа и глины ударил в самую слабую часть и раздробил их. Тогда искрошили сразу железо, глина, мед, серебро и золото и стали подобны мекине на летнем такху. мекина здесь правильно, когда говорим слово мекина, мы представляем, что это мякиш, а на самом деле мекина это не только мякиш, это то, что остается на тапу после того, как обмолачивают зерно, если такое значение в этом слове. «И унес их ветер, и не осталось от них следа». То есть вот это железо, золото из Европы, медь и железо, и часть глины, они превратились в пыль, и ветер поднялся, и унес, и нет никакого следа. А камень, который распил это изображение, превратился в большую гуру и заполнен всю землю. Таков сон о толковании его, скажем, перед царем. Давайте мы сразу посмотрим с вами и толкование. Можем представить себе это изображение. Нам совершенно не важны художественные ценности этого изображения, важна схема. Нечто подобное увидел Новохудный царь. Изображение человека, сделанного из металла, причем более драгоценный металл наверху, потом ценность металла понижается, и вместо того, чтобы быть укрепленным и стоять крепко, этот идол стоит на глине, которую можно разбить одним ударом. Теперь попытаемся представить себе, попытаемся представить себе, вернемся вернемся к нашей клаве, и попытаемся представить себе, что же это означает. я понимаю, что многие из вас знакомы с текстом, многие могут легко догадаться о значении этого сна, и тем не менее, мы посмотрим, как его толкует Даниэль. «Ты царь, царь царей, тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу». Царь царей, царь над всеми царями. И, скажем, в простом понимании эти слова означают, что царство Новохубий цар разделено на много частей, и в каждой части правит какой-то правитель подобный царю, ему дана большая власть, царь, он всю власть держит в своих руках, верховную власть держит в своих руках, и поэтому он называется царь царей. «И всюду, где живут люди, животные, птицы небесные, отдал он их в руки твои и поставил тебя властителем над ними. Ты сам голова из золота, а после тебя поднимется царство другое, ниже твоего, а иное, третье царство медное будет спластвовать над всей землей, а четвертое царство будет сильным, как железо, и подобное железо, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно, как железо, которое все сокрушает, все разобьет и сокрушит. А то, что видел ты ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено, а прочное железо его будет, как виден ты, как видел ты, железо, смешанное с гончарной глиной. Как пальцы ног частью из железа, а частью из глины, так и царство это частью будет прочным, а частью ломким. А то, что ты видел железо, смешанное с гончарной глиной, значит, что будут они смешаны через семя человеческое, но не сольются друг с другом, как железо не соединяются с глиной. И в одних тех царей установил Бог небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власть другому народу не передаст. Оно разобьет, уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железо, меет глины, серебро и золото. Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии. И верен этот сон и правдивы его толкования. Невыходный царь падает вниз перед Даниэлем. Он воспринимает его за человека, на котором пребывает божественный дух, дух какого-то божества. Он готов поклоняться ему. И говорится, что Невыходный царь вознесел Даниэля, а Даниэль просил Даниэль царя и тот назначил Шадраха, Мишаха и Яр и Эбедмиго. Мы помним, что это Хананья, Мишаэль и Азарья вести дела страны Бабель, а Даниэль остался при царском дворе. Самый, то есть Даниэль был сделан первым министром и его помощниками или помощниками, первыми помощниками Невыходный царь стали Хананья, Мишаэль и Азарья. Теперь, естественно, нам нужно попытаться представить себе, что означает этот сон. Здесь нужно иметь в виду, что у этого сна есть целый ряд толкований. Сейчас мы вернемся к этой картинке с вами и попытаемся ее представить себе. То, что здесь написано, то, что вы видите, Вавилон, Персия, Греция и Рим, впоследствии в дальнейших пророчествах эти царства названы Даниэлю. Может быть, кроме Рима, на который дается намек, на название не говорится, а вот имена Персии и Греции Яван на Иврите, они появляются совершенно четко, они сообщены Даниэлю в дальнейших видениях. Теперь мы то, что Даниэль говорит в двух, или, скажем, этот сон имеет два плана. Один план, который он раскрывает на Буквы Цару, а другой план, который он понимает для себя и который он раскроет на Бьян-Израиле, и который имеет значение для нас. Для того, чтобы представить себе, что у снов имеются два вот таких плана, мы можем вспомнить пророчества или, скажем, разгаданные сны Юсефа. Юсеф разгадывает сны, как вы помните, Хлебодару и Виночерпию. он предсказывает Виночерпию, что тот будет спасен, а Хлебодару предсказывает, что тот будет повешен. Какая разница, кого повесить, кого спасти? Медраж говорит о том, что преступление Хлебодара больше было перед фараоном, чем преступление Виночерпия. Все это имеет как бы мало значения для нас. Юсеф понимает, что эти сны Хлебодара и Виночерпия были даны для него, для того, чтобы описать характер будущего освобождения из Египта. Будущее освобождение из Египта будет похоже на отрицание хлеба. И только что с вами прошли праздник в Песах, мы очень хорошо понимаем, что освобождение представляет некоторое отрицание хлеба, хлеба, который изобродился, тесто, которое изобродило само, взбухло. Это отрицается как символ того, что человек воспринимает как сделанное своими руками. Мы понимаем, что выход из Египта был полностью как бы в руках Всевышнего, человек не делал ничего, людям было велено сидеть в своих домах, полночь Всевышний прошел по Египту и так далее. Исход из Египта это дело рук Всевышнего, а не дело, а не наше дело, то есть как символ этого отца, а не хлеб. А вот вино, если так можно сказать, оно приветствуется как символ того, что происходящие события, они выше понимания, они выше рационального, выше любых рациональных объяснений, и вино указывает на этот момент. Так что Иосеф сделал для себя много далеко идущих выводов о грядущем освобождении из Египта. А то, что он предсказал хлебодару и виночерпию, как мы помним, и ни тот, ни другой не были из них праведниками, и виночерпий забыл про Иосефа, и достойны того, чтобы их повесить. Но как пророчество вину было дано предпочтение перед хлебом. Что-то похожее происходит и здесь. То, что говорит Даниэль Новокурницару, это совершенно как бы внешняя картина, очень поверхностная, не всегда оправданная. Он называет Новокурницар, который хотел, чтобы царство было вечным, он называет его золотой головой. Как бы от тебя пойдет дальше вся дальнейшая история из Вавилона будет развиваться, вся дальнейшая история и все царства дальнейшие и последующие они будут цари дальнейшие и последующие они будут слабее, чем ты. Ты золотая голова подобного тебе никогда не будет. И Вавилон как источник всего, хотя царства будут меняться. Следующее царство, которое впоследствии будет названо Даниэлью, это Персия, оно как серебро, цари Персии они не будут подобны тебе, они будут мощными и сильными, но такой царской власти, которая была у тебя, не так, что тебя все боялись и страшились, и ты один правил всем государством, ты голова всему, как был, так и как бы останешься на протяжении истории, вот этого всего в Персии не будет, цари Персии не будут столь сильными царями, как ты был, ты, дальше медь, Греция, которую пока не называет Даниэль и вообще на фунице он не назовет, это имя будет раз не только ему, оно будет еще слабее, как царство, и цари не будут столь устрашающими и столь великими, столь великими, как ты, мы понимаем, что это не совсем правильно, скажем, можно посмотреть с другой стороны, а чем Александр Македонский менее блистательный царь, чем Невикуллицар, он одержал блестящие победы еще за более короткое время, чем Невикуллицар, с малым войском, пользовался уважением у своих подданных и его империя, которые он создал, была не менее обширна, Невикуллицар, но зачем об этом говорить Невикуллицару, он подчеркивает, что это царство будет слабее. Последнее, четвертое царство, оно будет основываться только на силе, у него не будет даже того медного блеска, который был у Греции, только-только сила, и сила, которая, скажем, из-за вхождения в другие народы, можем представить себе, что варварские народы, эта сила, она раздробится, она ослабнет, и в конце концов будет разрушена. Теперь будет разрушена. камень, мы можем представить себе, то, что он говорит, что камень это не в отличие от этой статуи, которая можно представить себе, что она могла быть изготовлена человеческими руками, могла быть изготовлена каким-то ремесленником, то есть вот эта власть, власть людей, она как безжизненная статуя, страшная, жестокая и главное бездушная, бездушная совершенно, бездушная совершенно статуя, если мы представим себе картину Ехискеэля, пророчества Ехискеэля, которое было дано, скажем, несколько раньше, мы сейчас уже говорим после разрушения храма, за шесть лет до разрушения храма Ехискеэля было показано пророчество, которое названо колесницей, в колеснице все там живое, и в этой колеснице виден как бы виден образ царя, который управляет всем миром, здесь, да, потому что там речь идет и не только о силе народов мира, но и у еврейской души, и о силе, и проблемах, и там раскрывается как бы и через еврейскую душу раскрывается тот, кто управляет всем, управляет всем миром, сидит над небесами, здесь этого нет ничего, здесь власть народов мира, когда власть лишнего полностью скрыта, человек делает что-то своими руками, безжизненное, страшное, подавляющее других людей, промощающее, убивающее, вот это как бы это как бы статуя, но естественно, опять же, не говорит об этом, на выходной цару, потому что на выходной цару самое важное, то что он золотая голова, он заложил основы всего цивилизованного человечества, и такого царя, как он, больше не будет, однако он не скрывает от него, на выходной цары, что история закончится тем, что будет установлено, будет установлено царство Всевышнего, он не говорит, что оно будет установлено через народ Израиля, однако мы можем представить себе, что этот камень, который откололся от горы, от какой горы он откололся, от горы, от горы Мурья, от храмовой горы, оттуда исходит сила, которая разрушит всю вот эту жестокую человеческую власть и положит конец вот этой истории, которая идет от золота, серебра, меди и через железо доходит до глины. Камень это все разобьет, камень сделан человеческими руками, он природный, как бы символизирует то, что создано Всевышним, а не человеком. Это оказывается во много раз сильнее, чем то, что создали люди. Это, скажем, один момент, мы просмотрели с точки зрения того, как он рассказывает этому цару, подчеркивая только, что вот он золотая голова и спасающие царства, они будут слабее, хотя, опять же, можно сказать, что это не факт. Естественно, говорить о величии Александра Микдонского и римских императоров можно вполне сравнить с Новым Царем и поставить их выше Новых Новых Царем. Но дело не в этом. Дело в том, что так же, как Юсеф, которого мы упомянули, Даниэль видит еврейскую историю и видит историю, как бы историю, касающуюся сыновей Израиля и души. Видит те проблемы, которые на протяжении истории, с которыми на протяжении истории столкнутся сыновья Израиля. И видит не вот эту статую, как бы однолинейную, прямолинейную, он видит, как можно преодолеть эти проблемы. Когда касается речи, когда речь идет о еврейской истории, сразу речь идет о свободе выбора. Все это он понимает, видит и оценивает Даниэль. то есть что он представляет себе Даниэль, как мы можем представить себя. Естественно, что пророческий дар Даниэля, он огромен, велик, и представить полностью то, что ему было открыто, очень трудно, но основу какую-то мы вполне можем здесь зацепить. Мы можем представить себе, что для себя Даниэль понимает и скорее всего объясняет своим учеником и впоследствии эти ученики передают своим ученикам книга Даниэля впоследствии доходит до людей великого собрания, которые записали ее и записали они ее не случайно. Там в этой книге есть не только непонятная, скажем, там не больше понятного, не больше какого-то раскрытого для нас, какой-то урок для нас там содержится, только поэтому эта книга была записана людьми великого собрания. Так вот, опять же, о смысле этой картины для нас. Мы можем представить себе, что история развивается как скрытие, если так можно сказать, постепенное скрытие божественного света и постепенное, если так можно сказать, понижение, давайте скажем так, понижение качества этого света или утраты своей силы этим светом. Вот мы видим золотая голова. Если не говорить о науфутной царе, что он великий правитель, а говорить о нас, то это период времени, когда стоял храм, когда храм только что был разрушен. И его сила, его свет остался еще в еврейских душах. И пророчество продолжается в Вавилоне и тот же самый Даниэль, и Хискель, и пророк Схарья, и Ханания, и они, прошу прощения, пророк Схарья, Хагай и Малахи, они же все начинают пророчествовать в Бабеле, они пророчествуют в Бабеле, и только потом продолжают уже с возвращением и он продолжает пророчествовать. Чудеса, которые происходят воскрешение из мертвых, которые происходят рукой Ихискеля, через силу Ихискеля. И то, что мы будем читать в следующей главе «Чудо, которое происходит с Ханания Мишаэля Азария, которые отказались поклониться статуе Номахудныцара». Мы чувствуем божественную силу и силу пророчества, и силу чудес. она продолжает как бы катать в мире еще даже после того, как храм разрушен. От волоса храма он еще существует. Это, можно сказать, золотой период. Страшно так сказать, но давайте как бы условно скажем золотой период изгнания, когда сила храма еще сохраняется. Дальше происходит смена царства. Прекрасно, отлично. На смену Вавилону, как мы знаем, приходит Персия и Мидия. Этим можно объяснить две руки, как бы разгоинность некоторую, которая есть на этом этапе, или размах этого царства Персии, Персидского царства, которое охватывает еще большую территорию, чем охватывал Вавилон, она упирает в себя, Персидское царство Вавилон, и, естественно, становится еще большей территорией. Все это замечательно и прекрасно, но, как бы, по большому счету, какое-то отношение имеет к нам. Ну, вот, что-то происходит, какие-то внешние движения в мире, очень интересно, замечательно, но главное, то, что сила света, сила еврейской души, они начинают убывать, они становятся слабее. Если золото на еврите загав, и комментаторы забивают это на два слова, зэ, гав, это дай, зэ, гав, это дай, то мы здесь видим силу души, она, конечно, может быть и направлена и на, не дай Бог, и на этого поклонства, но сила души, для которой духовный мир очень близок, очень близок, очень силен, и она его как бы ощущает, и к нему тянется, и хочет его обрести, да, это передо мной, зэ, это говорят о том, вот, зэ, это, говорят о том, что передо мной, гав, это дай, я к этому стремлюсь, тянусь, да, это тот период, когда еще сила храма оставалась, и духовный мир был близок к человеку, а теперь кесев, да, серебро, слово серебро от слова кесуфин, желание, стремление к чему-то далекому, да, не, не, то, чего нет передо мной, то, с чем, может быть, я не так хорошо знаком, или то, что я забыл, и то, что удалилось от меня, как фараон говорит Иосифу, им них сопних савта лебей табиха, если ты, у тебя вот есть это чувство тоски по дому отца, то, что осталось далеко, вот это вот слово кесуфин, и на него намекает это слово кеси, кесуфин, тоска, да, это понятно, что это чувство сыновей Израиля, которые находятся в изгнании, у них это следующее поколение, возможно, или несколько следующих поколений, и у них стремление, стремление и на родину, и к храму, оно обретает какую-то форму, какой-то тяги к чему-то далекому, то, что, может быть, они видели когда-то, а может быть, никогда не видели, им только рассказывали, и вот это, не вот это стремление, вот это, дай мне это передо мной, моя душа туда стремится, а это стремление к чему-то далекому, да, и это персидский период, и хорошо, если это стремление, к чему-то далекому, стремление, которое ослабло, оно стало слабее, если это стремление не будет подавлено стремлением к чему-то материальному, то есть, это стремление, оно может быть подавлено стремлением к чему-то материальному, и мы представляем себе персидский период, мы представляем себе всю историю с разрешением Короша вернуться в Иуду, Когда не так много людей откликаются на это, мы представляем всю историю дальнейшего Хашбероша, когда евреи, которые остались в Персии, приходят на пир и к Хашберошу, и они не понимают то, что не понимают то, что они оспоняют и всевышнего, но так как забыли о том стремлении, которое должно быть у народа вернуться в землю Израиля, построить храм, это стало чем-то далеким, смутным, которое у некоторых людей все-таки проявилось как способность стать, подняться и пойти, их потянуло туда действительно, а у некоторых было заглушено стремлением к материальному и стремлением остаться и устроиться на обжитых местах. Это следующий период, то есть мы видим и общую картину, что свет идет и ослабляется, становится слабее, свет еврейской души становится слабее, и видим, это нам указывает переход от одного металла к другому, от более драгоценного металла к менее драгоценному металлу, и видим конкретно то, что мы можем представить, конкретные проблемы, которые видит перед собой Даниэль. Дальше мы представляем себе медь. Медь, как мы можем легко себе представить, она напоминает золото, она как бы какая-то подмена, и еще подмена золота, еще можно представить себе, что в древнем мире чаще всего зеркала делали из меди. Ты смотришься как бы медь и видишь себя. Это период Греции. Греческий период начинается именно в тот момент, когда уходит полностью пророчество от сыновей Израиля. Это какой-то новый период, когда и вот эта вот, скажем, даже отдаленная память о прежнем величии, о близости духовного мира, эта отдаленная память тоже исчезает, она перестает быть реальной. Подмена меди, подмена меди, или, скажем, медь как претензия на золото, кстати, медь очень, может быть, похожа на золото, мы помним, что с вами, что Рахаван, Рахаван, если мы представим себе книгу царств, что царь Рахаван, когда приходит фараон и уносит золотые щиты из храма, Рахаван для того, чтобы как бы сохранить внешний блеск храма, он делает щиты из меди, и они очень похожи на золотые щиты. То есть, как бы, сам текст нам намекает, что медь может быть такой подменой золота, неравноценной подменой, но внешне выглядит так же. Здесь речь идет об целом историческом периоде, о переходе от одного исторического периода к другому. Если не говорить о развитии производственных сил, изменении производственных отношений, о том, что, как говорит марксизм, ленинизм, как то, чем учит нас марксизм, ленинизм, а если говорить об идеях, которые существуют в мире, то появление Греции на мировой арене – это, скажем, отражение большого храма по сыновьям Израиля, по их духовности, это уход пророчества, исчезновение. В тот день, когда Александр Македонский ступает на землю Израиля, умирают последние пророки, которыми являются Эзра и Нехемия, как мы с вами представляем, и пророчество Укои, тот сыновей Израиля. Если говорить о греческом периоде, как некоторые новые идеи, которые приходят в мир, то она принципиальна. Мы представляем себе, что, скажем, будем говорить, если говорить об этой статуе, о действительно греческом периоде, периоде истории влияния эллинизма, то он начинается с Александра Македонского, а и Александр Македонский, если так можно сказать, он связан с философией, его учителем является Аристотель, то есть это период философии, когда на смену пророчества для сыновей Израиля, для смену пророчества для сыновей Израиля и на смену ощущению, близкому ощущению духовного мира во всем мире приходит вот эта подмена, когда божественное подменяется человеческим. Скажем, в чем смысл философии, в чем смысл эллинизма, как мировой идеи, которая распространяется в мире? Дело в том, что это переход от мистического и мифологического мышления к рациональному мышлению. То есть до этого в мире глобально действовало мифологическое мышление. То есть когда я вижу какое-то, скажем, кто-то, я, там, скажем, люди, которые жили раньше, они видели какое-то дерево, видели какое-то явление природы, видели море, горы, то они тут же представляли, что за этим стоит что-то невидимое. Скрывается какая-то сила, которая выше их понимания, которая не находится в их руках, они не могут на нее напрямую, по крайней мере, влиять. Может быть, они могут приносить ей дары, жертвы, молить ее и так далее, но напрямую у них нет влияния. Это сила выше их. Это мистическое мышление. Это мистическое мышление. С приходом Греции, с приходом эллинизма начинает преобладать рациональное мышление, которое может быть, когда предполагается, как сказал Зенон, греческий философ, что то, что я не вижу, то не существует. То, что я не вижу, то, что это не существует. То есть я занимаюсь только видимым, я занимаюсь только природой, я занимаюсь и на основе своего опыта, то, что я могу почувствовать, и то, что я могу увидеть, те закономерности, которые действуют, на основе этого я делаю выводы, а не на основе какого-то мистического представления, что за тем, что я вижу, якобы что-то еще скрывается, божественное и так далее. То есть подмена, замена одного божественного человеческим, представлению божественным, подмена человеческой силы, силы человеческого разума. Разум – это высшее, что существует в мире. Нужно сказать, что как мы представляем себе философию, она, если даже, скажем, что философия, она входит в конфликт с Древней Грецией, с мифологией Древней Греции, которая сама по себе интересна и отличается от мифологии тоже, которая была в Вавилоне и так далее. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что мы видим, что, скажем, если взять, например, Сократа, то Сократа казнили за то, что он десмеивал финских богов. Он был приговорен за это к смертной казни. И если Платон пошел несколько по другому пути, он как бы отдал дань обществу и говорил о каких-то божествах, как каком-то представлении и так далее, то это не значит, что он верил в божествах, которые верили в Афинах или верили в Спарте. Его вся философия, она также разрушает мифологическое представление человека о мире. И то, что важно для сыновей Израиля, то, конечно, этой тенденции подмены божественного, человеческим, верой в себя, в свое совершенство, в свою красоту, в то, что человеческий разум может все достичь и все может преобразовать, сыновьям Израиля придется что-то противопоставить. Что противопоставить? Понятно, что противопоставить? Традиции. Традиции. Да, разум человеческий, да, аналитику, да, память, но этот разум человеческий, он основан, он как бы не утверждает, что он исходит только из опыта, и то, что человек видит, это единственное, что существует, все остальное не существует, это не так, у нас есть традиция, у нас есть память о том моменте, когда мы напрямую говорили со Всевышним и у горы Синай, и в последующие года, вплоть до разрушения храма, возвращения из Беглона, когда у нас жило, у нас жило пророчество, у нас есть эта память, да, и вот мы силой своей логики, своего мышления, мы как бы воспроизводим традицию, мы храним традицию, мы вычленяем, анализируем нашу традицию, что такое наша традиция, это память о пророчестве, как, скажем, Тора, пророчество, и книги пророков, вот мы на них, на них мы основываемся, мы понимаем, и это противопоставление такой тенденции сказать, что человеческие возможности, они не ограничены, и подменить как бы человека, подменить божественного человека, как такое медное зеркало, в которое ты смотришь, и ты видишь сам себя, и никого больше, и это, скажем, другой период, который видит Даниэль, и, безусловно, прекрасно его понимает, и понимает все проблемы, связанные с ним, и в начале этого периода, мудрецы говорят, это записано в трактате Баба Батра, что мудрец выше пророка, что, понимаем это высказывание, мудрец выше пророка, мудрец в чем-то, он выше пророка, пророка нет, он ушел, и теперь есть мудрец, который несет в себе традицию всех прошедших лет, и он способен его анализировать, и есть божественная помощь в этом анализе, в усвоении этой традиции, в этом анализе, и вот мы теперь опираемся на мудреца, и, по крайней мере, на долгое время, на долгое период, мудрец, он выше, чем пророк. Это противопоставление, противопоставление традиции, вот этой силе Греции, эллинизма, которая подчеркивает силу человека, человеческого разума, и так далее. Это период меди. Теперь дальше железо. И вот здесь вот как-то трудно напрямую объяснить. То есть мы можем представить себе, что ноги разделены на две части, Римская империя, она впоследствии распадается на западную и восточную, это все очень хорошо и замечательно, и что она вообще всегда имеет как бы тенденцию к распадению, и впоследствии, скажем, Римская империя, которая основывается на силе, исключительно на силе, она смешивается со славными царствами, со славными народами, смешивается с варварскими народами. Это мы можем себе легко представить. Но что это значит для сыновей Израиля? Что это означает для нас, этот римский период, очень долгий, очень длительный период, который продолжается, как мы знаем, почти две тысячи лет, что он означает для нас. Тут можно подойти по-разному к этому моменту. То есть мы видим, что остается, то, что остается, это сила, нету никакой, как бы, нету никакой духовности, не с кем спорить, не с кем разговаривать. Если с эллинизмом можно еще было вести диалог с Александром Македонским, можно было разговаривать и пытаться ему объяснить отличие философии от еврейской традиции, то здесь это только, не только сила. И сыновья Израиля также очень сильно теряют, понятно, на протяжении двух тысяч лет, можно сказать, во многом, очень во многом утрачивают свою традицию, привязанность к ней. И то, что остается, это железо. На иврите барзель. Если мы представим себе с вами представим себе с вами это слово по буквам, то это бет, реш, заин, ламит. И это как бы не случайно. Это первые буквы, которые имен наших проматерей. Бет – это билка, реш – это рахель, заин – это зилпа, и ламит – парзель, но и ламит – это лея. То есть, в этом слове есть указание на проматерей. А что значит указание на проматерей? ламитерей – это значит, что сила мудрости иссякла. Безусловно, она не совсем иссякла, не полностью иссякла, но она становится недостаточной для того, чтобы сохранить народ. единственное, что остается, это остается сила души. Сила души, которая идет от наших проматерей. Скажем, как бы, если представить, как говорить тому, что мудрость, она идет от отца, а вот сила души, свойства души, они очень часто и во многом идут от матери. Так вот, наша сила души. Когда мы уже, скажем, не так владеем своей традицией, не так привязаны в плане традиций, не так привязаны к своему корню, мы сохраняем силу души, и она единственная, это наша основа, которая помогает нам пройти через две тысячи лет изгнания. Я уже не знаю, что, я не знаю, почему, я не знаю точно толком отличий иудаизма, не дай Бог, от христианства. Я знаю только одно, что я еврей, у меня есть какой-то особый корень души, я живу этим ощущением, и это моя сила и прочность, которая не, которая мне позволяет не смеховаться с другими народами, не мешна, не толму, а сила моей души. Конечно, может быть, не стоит говорить обо всем народе, как мы сегодня видим, то это справедливо для значительной части народа. И вот самый конец, ужасный, это смешение с народами мира. Можно говорить о том, не говорить о смешанных браках, которые, если можно заметить, накануне Второй мировой войны, Германии достигали 60%. Если даже не говорить об этом, то сближение ментальное с теми, кто находится низко, представляет из себя глину, просто простую, самый низкий уровень, оно, это сближение происходит, и это не может продолжаться вечно. Всевышний вмешивается, он отсекает камень от горы, от храмов и горы начинается влияние влияние храма, который, может быть, еще даже и не восстановлен, и все царства рассыпаются, превращаются в пыль, от них не остается ничего. От всего этого построения, от всех этих империй жестоких, порабощающих, убивающих людей, извращенного суда, не остается ничего, от этого ничего в будущее не переходит, человечество ничего не достигло, Всевышний вносит через храмовую гору, то есть через возвращение своего божественного присутствия, вносит божественное в этот мир, и божественное заменяет, если так можно сказать очень легко, одним ударом заменяет то, что люди строили на протяжении тысячелетий, ничего не остается от их культур, от их усилий, от их идей, а самое главное от их тирании. это как бы то, что мы можем себе здесь представить. Хочу в словках заметить, что сейчас мы можем несколько вопросов, хотя мы можем к ним перейти, в словках хочу заметить, что в этом трудности книги Даниэля, ее комментирование, целый ряд комментаторов попадается как бы на эту удочку, когда они начинают разбирать, а что это за царство, а чем оно отличается, а вот многовыходный царь, он был более мощным царем, чем все последующие цари. Какая мне разница? Какая мне разница? Мне важно, то мне важен ход истории, идей этой истории, тех проблем, с которыми еврейский народ сталкивается на этой истории, а все, что, грубо говоря, все, что Даниэль наговорил на выходных цару, это все как бы совершенно поверхностное, ну, как бы тоже существует такое слово отмазка. Вот, я тебе рассказал, с одной стороны правда, а с другой стороны, пойди знай, кто был более великим царем, и кто больше повлиял на историю, на выходных цар, или Александра Македонский, или римские императоры, и какая разница, когда это все превратится в пыль. И в этом как бы удочка выходит люди на внешнюю сторону, начинают разбирать, говорят вещи, которые легко можно опровергнуть. Самый сильный царь, самый великий царь, вот в Персии уже правление было такое сильное, вот на выходных царь бросал в огонь, ну и что, на выходных царь бросал в огонь, отдали и бросил Даниэль львам, да, что он был, это что указывает, скажем, если бы смотреть на мощь, на тиранину, как бы на зверское лицо царя, да, и не менее зверское лицо, чем у новихума цара. Здесь я остановлюсь, вот, и, пожалуйста, если какие-то есть вопросы, то с удовольствием. Во-первых, есть вопрос в чате, во-вторых, господа и дамы, я очень призываю пользоваться микрофонами, потому что эта система как бы для этого и создана, поэтому, если нету каких-то особых ограничений, пожалуйста, озвучивайте свои вопросы. Так, я ищу, как выйти на чат, как выйти на чат, скажи мне. У тебя есть, во-первых, чат внизу, пузырь, но я тебе пока что зачитаю, чтобы не тратить время. Давай, спасибо. эти китувимы написаны арамид языком, точка, а кем? Читаю, как написано. Да, понятно. Значит, действительно, часть, не вся книга, часть книги Даниэля написана на арамейском языке, возможно, надо было бы об этом сказать, и мы просто этот момент упустили, кем она была записана, частично самим Даниэлем, в значительной степени его учениками, которые были вокруг книги. А в принципе, как бы, книгу Даниэля в том виде, в котором мы ее видим сегодня, ее записали люди, люди Великого Собрания. Арамейские книги Даниэля очень, очень красивые. если мы видим, что у арамейского языка есть свое место в нашей молитве, скажем, Кадиш, хотя бы мы говорим на арамейском, и мы представляем себе, что на арамейском говорил Авраам до того, как он заговорил на иврите, и арамейский был известен сыновьям Израиля, хотя очень, очень, очень пассивно. Они, в общем-то, не понимали его на слух. Это мы можем с вами представить себе из истории с Равшаке, которую мы читали, когда изучали книгу Ишаяху и обращались к книге Малахим, Равшаке подходит к городу и начинает говорить на иврите. Те, кто на стенах города, посланные царя Ахискиягу, они просят говорить его на арамейском, потому что они, как приближенные цари, они арамейский очень хорошо понимают, а люди в городе арамейский не понимают. И вот они хотели переговариваться с Равшаке на арамейском. Но Равшаке продолжает говорить на иврите, чтобы услышали люди в городе. То, что ему угрожает, если город будет осажден. Из этого эпизода мы представляем себе, что арамейский владел какое-то число людей и, в принципе, он как-то был так или иначе был судей сыновей в Израиле, хотя не был активным языком. То, что говорит Маарал об арамейском, как бы замечание такое, что арамейский, он говорит, что это язык отрицания, язык разрушения. И не случайно в этом плане мы представляем себе, что кадиш именно оставили на арамейском, не говорят его на иврите, хотя легко было перевести на арамейский. И кадиш, он всегда говорится после какого-то изучения какого-то куска молитва говорится кадиш на арамейском для того, чтобы подчеркнуть, что не все, что мы выучили, это открыто, это доступно, не все это поддается напрямую человеческой логике, а есть еще часть скрытия, которая находится у Всевышнего и поддается только божественной логике. И для того, чтобы это подчеркнуть, кадиш, который возвеличивает имя Всевышнего и говорится после изучения Торы, после какой-то молитвы, он подчеркивает тот момент, что не все понятно, не все мы можем выразить словами. Это объяснение на араме. Это то, что можно сказать. Насколько для нас, для меня принципиально, что встречается арамейский в книге Даниэля или значительная часть ее написана на арамейском, не могу сказать, не могу даже представить, что это для меня красивый язык, очень красиво строится, мелодичный и так далее. Кроме этого, для меня это ничего не убавляет и не добавляет. А люди Великого Собрания, естественно, они решили оставить так, как это было записано Даниэлем и его учениками. Арамейский скоро закончится в нашей книге и мы опять перейдем с вами на чистый иврит. Тогда, когда пойдет речь не о Новокуднецаре, а о видениях, которые были даны самому Даниэлю и эти видения будут все уходить и дальше и дальше в будущее, то мы с вами опять заговорим на иврите. Есть что-то еще? То, что хочется спросить? Да, если можно, у меня есть общий вопрос. И вы упоминаете, и вот я слушаю лекции Рао Йонны Левина, и в записи его новых тоже слышал. Вот по поводу Великого Собрания, вы можете как-то это привязать ко времени? Потому что это все упоминают, а у меня как-то провал в истории. То есть это когда было вообще? Какой промежуток? Пожалуйста, мы можем это привязать по времени. Мы об этом говорили, когда занимались книгой Эзра и Нихемии. Великое Собрание это период возвращения из Бавилона. Оно складывается постепенно и оно складывается постепенно. То, что мы видим, когда приходит Эзра Эзра приходит почти через 20 лет после начала возвращения из Бавилона, уже после восстановления храма, когда приходит Эзра, мы видим, что это собрание уже действует. То есть нет даты, когда оно собралось, когда оно стремировалось, но персы не дали поставить царя, хотя потомок царя Зарубавель вернулся с первой группы возвращающихся, ему не было дано стать царем. И правление царя было поднанено, скажем, если так можно сказать, некоторым таким демократическим, может быть, и совсем демократическим органом, куда входил Сангидрин 70 человек, но и не только Сангидрин, а еще, скажем, порядка 50 человек, входило из, как мы можем представить себе, общественных деятелей, мудрецов, самого разного плана и так далее. Таким образом существовало Великое Собрание. Великое Собрание, оно существовало в какой-то определенный период времени, до того, когда главенствующий роль взял на себя первый священник. Говорят, что людей Великого Собрания не пополняли, то есть остался только Сангидрин и стал заниматься своими функциями. И последним из людей Великого Собрания называют Шимона Цадик, Шимона Праведника, как раз в период Александра Македонского на землю, на землю Израиля. Это то, что можно сказать о Великого Собрания, то, что нам известно. Хорошо, спасибо. А потом, когда был восстание Хашманаим, они уже сделали свою династию, потому что потом были уже какие-то цари, пусть марионеточные, но во время Римского периода. О марионеточности об этом можно говорить много. Я надеюсь, что в связи с Даниэлем и его предсказаниями мы вернемся в период Хашманаим довольно подробно. Скажем, да, но Хашманаи были царями и, конечно, уже ни о каком таком органе как Великое Собрание не могло быть и телечь. Мы говорим, что оно закончило свое существование в период Шимона Праведника, в период прихода Александра Беденского на землю Израиля. Власть в основном перешла к первосвященнику и Цингетрину. А вот такой орган он перестал существовать. Окей, спасибо. Что-то хочется еще спросить? Если нет, тогда мы с вами попрощаемся и постараемся встретиться через неделю. И если будут, если вы способны приготовить вопросы заранее, я буду очень рад, скажем, по прошедшему материалу или по тому материалу, который мы будем с вами смотреть дальше. Если будут вопросы в начале занятия, то, пожалуйста, только скажем. Всем успехов, хорошей недели, хорошего лета, чтобы все было благополучно. Дай Бог. Спасибо. Спасибо.